Как укрепить большую длину ногтей и как рисовать паутинкой? В этом видео я все расскажу. Всем привет, на связи снова Оксана. Укреплять ноготок мы будем акрил-гелем, под него требуется подложка из эластичной базы. База каучуковая, я ее наношу тонким слоем, практически втирающим, и оставляю небольшой отступ у кутикулы. Затем ее хорошо просушиваю, набираю акрил-гель апельсиновой палочкой, укладываю его на ноготок. Для того, чтобы акрил-гель не тянулся за апельсиновой палочкой или другим вашим инструментом, например, за кистью, за кистью очень часто и очень сильно тянутся такие материалы, нужно эту палочку либо кисть смачивать в жидкости. Я использую обычный клинсер на спиртовой основе, очень важно, чтобы в нем не было масел, иначе они будут разжижать ваш материал. Также есть специальные жидкости-флюиды, которые созданы как раз-таки для акрил-гелей и полигели. Их вы тоже можете использовать. Апельсиновой палочкой я подгоняю материал кутикуле, и там его хорошенько прижимаю. Важно, чтобы был небольшой отступ, но не было ступеньки. Если все же она у вас будет, это как раз-таки начало многих проблем от слоек. Отслойки у кутикулы чаще всего из-за плохо прижатого материала. Если все-таки не удалось прижать материал настолько, чтобы ступеньки не было, то можно после просушивания ее опилить. Это очень важный момент, и на него стоит обратить внимание. Дальше я распределяю весь материал по ноготку, беру кисть, смачиваю ее в жидкости и приглаживаю материал. Если есть какие-то наплывы в боковых валиках или у кутикулы, я кистью тоже это убираю. Снимаю липкий слой, у акрил-геля есть липкий слой, и затем уже опиливаю какие-то недочеты, которые мне не нравятся. Дальше мы будем работать паутинкой, для которой липкий слой это тоже злейший враг. Если вы хотите тонкую линию, то дисперсию нужно снять. Паутинку мы вытягиваем и кладем на ноготок. Обратите внимание, что вся вытянутая паутинка тоненькая. Очень частая ошибка мастеров. Начало паутинки, которая тянется из банки, очень толстое, а то, что тянется у нас от кисточки или от дотса, или от апельсиновой палочки, тоненькая. И, казалось бы, вы кладете на ноготок тонкую линию, но вот этот вот конец, который из баночки, у нас толстенький тянется, он тоже падает на ноготь. Получается, что у вас линия неравномерно одинаковая. Конечно же, здесь где-то тоже могут быть утолщения, потому что паутинка у нас такой материал, которым нужно уметь управлять, но бывают очень жесткие наплывы, и это мешает в работе дальше. Если линия получилась слишком тонкой, как у меня на последнем элементе, то можно пройтись по ней несколько раз, тем самым утолщив эту линию, но ваши движения должны быть четкие один в один. Если хоть немножечко будет отклонение, то у вас появится просто вторая линия. Дальше мы берем три цвета. Я решила использовать перепелиное яйцо. Оно до сих пор в тренде, думаю, будет еще долго. И начинаю закрашивать элементы. Обратите внимание, что основную массу цвета лучше наносить, не доходя до паутинки, и потом кончиком кисти как бы подтягивать к темным линиям, и можно даже немножко заходить на них, тем самым вы немножечко сократите толщину линии, и они будут более изящными. Это такой небольшой лайфхак, но здесь нужно быть аккуратным. Если вы подтянете на паутинку большую массу материала, то может просто она закрыться, или материал перетечет на следующие элементы. Поэтому здесь важно контролировать количество гель-лака. Если у вас у паутинки достаточно высокие бортики, то вы можете сделать всю эту прокраску за один заход. Я делала за три, потому что линии у меня тоненькие, они не объемные. Но таким образом, сделав сначала объемную паутинку, а потом прокрасив за раз все три цвета, вы можете сэкономить время на дизайне. У меня получилось чуть дольше, потому что приходилось каждый элемент все-таки просушивать. Для того, чтобы прокрашивать у паутинки, ну и в целом я бы рекомендовала работать здесь кистью средней толщины, либо даже может быть тонкой кистью, но не самой тонкой для тонких линий, то есть не три волосинки. Для кисточки для самых тонких линий это просто большой объем материала, вы будете дольше возиться. Берите какую-то из тонких кистей, но более, скажем так, среднюю. И обязательно, чтобы у нее был остренький кончик. У меня, например, кисть короткая в видео, она вообще с Алиэкспресса и стоит, наверное, три копейки, грубо говоря. Это был какой-то набор, притом не самый удачный, но для прокраски вот таких элементов, которые не требуют особой техники, она очень даже подходит. Ну и, конечно, не могу не обратить ваше внимание на то, насколько стали тоньше линии, потому что мы их просто чуть-чуть закрасили гель-лаком. В этом моменте надо быть тоже очень аккуратными, как я говорила ранее. Можно просто закрасить вообще все, и тогда элементы у вас не будут разделяться линиями. Дальше мы все прослушиваем. Я добавляю на те места, где будет слайдер, базу с липким слоем. С помощью штампика переношу слайдер на ноготочки и еще добавляю такую небольшую изюминку в виде сердечка. Дальше, если вы смотрели мое видео, ну, наверняка вы знаете, что я просто страшный любитель матовых топов. Я все вокруг готова покрывать матовым, но, собственно, в этом видео, конечно, я без него не обошлась. У меня матовый топ прекрасно держит вот такие маленькие элементы слайдеров, не огромные, а именно маленькие, поэтому я наношу сразу прямо поверх. Если ваш матовый топ плохо справляется с этой задачей, то я рекомендую сначала перекрыть топом с липким слоем слайдер и затем матом. Далее просто все просушиваем и наслаждаемся дизайном. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, не забывай нажать на колокольчик и подписывайся на мой канал. Пока-пока!